Мир вам, дорогие мои братья и сёстры! Мне хотелось бы сегодня поговорить об очень простых вещах. Мы иногда говорим о сложных вещах. Сегодня очень простое, о чём я хотел бы говорить. Вы, наверное, слышали о десяти заповедях. Слышали такое, да? Ну, а когда я прошу перечислить десять заповедей, обычно мне говорят «не убей», «не укради». Ну, может быть, ещё добавляют «не прелюбодействуй». Ну, давайте попробуем перечислить десять заповедей. Маша, молчи только, не вмешивайся. Маша у нас всё знает, поэтому давайте мы десять заповедей. Давайте перечислим. Какие вы ещё знаете заповеди? Не делать кумира, да? Ещё что-то здесь? Господь – Бог единый. Почитай отца и мать свою. Ну, уже хорошо. Уже много. Ну, ещё суббота. Так, ещё есть одна. Так, Богу своему. Так, хорошо. Ну, в общем, как бы мы немножко насобирали заповеди. Сложно, конечно, перечислить десять заповедей, вот так, от начала до конца. Мы их, собственно, никогда не учим. И, наверное, правильно делаем. А заповедь новую вы можете воспроизвести? Кто знает заповедь новую? О, все знают. Вот это совсем другое дело. Заповедь новую даю вам, говорит Господь. Это тринадцатая глава послания Иоанна. Ивангелия Иоанна, простите. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Заповедь новую даю вам. Ну, а как же с десятью заповедями быть? Значит, есть какая-то новая заповедь, есть десять старых заповедей. Ну, давайте мы попробуем разобраться вот с десятью старыми заповедями. Конечно, заповедь новая, кажется, лучше. Да любите друг друга, короче, любите друг друга и любите Бога. Ну, а давайте мы прочитаем все-таки старые десять заповедей. Я читаю их из книги «Исход», двадцатая глава, с первого по семнадцатый стих. Десять заповедей, которые изрек Бог все слова сии, говоря. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой – почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот это десять заповедей, которые Бог дал Израилю. Мы с вами совершенно справедливо говорим, что есть новая заповедь, заповедь, которую говорил Господь Иисус, когда Его спрашивали, какая наибольшая заповедь в законе, отвечал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всей крепостью твоею и ближнего твоего, как самого себя». Это есть наибольшая заповедь в законе. Почему это наибольшая заповедь? И законник согласился с этим. А потому что эта заповедь как бы вбирает в себя все остальные заповеди. Если мы любим ближнего, то мы не будем убивать его. Мы же его любим, как его убивать? Если мы любим человека, то я же не буду у него красть, у любимого моего, у любимой моей. Красть – это же бессмысленно. И говорить, смотри, не кради у жены своей. Ну, это как-то неразумно даже звучит. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Если я его люблю, так зачем я буду произносить на него ложное свидетельство? То есть получается, что если мы любим ближних своих, то мы автоматически выполняем половину, во всяком случае, заповедей. И если мы любим Бога, то мы выполняем и первую часть заповедей. Потому что заповеди, эти 10 заповедей, которые мы прочитали, там есть некоторые заповеди, которые относятся к Богу, и некоторые заповеди, которые относятся к людям. И вот они как бы связаны, потому что нельзя говорить, что я люблю Бога, а не люблю людей, как мы уже слышали только что. Нельзя любить людей и при этом не любить Бога. Но некоторые как бы сильно полагают свои надежды, свое упование именно на 10 заповедей. Не на то, о чем мы с вами говорим, о заповеди любви, а именно на 10 заповедей. Почему? Потому что считается, что это общечеловеческие заповеди. Что все, как бы естественно, исполняют эти 10 заповедей. И в каком-то смысле это правда, потому что 10 заповедей точно в таком же изложении есть в исламе. Это тоже монотеистическая религия. И там тоже есть часть, где, ссылаясь на Моисея, перечисляются именно эти 10 заповедей. Эти 10 заповедей есть в иудаизме. Ну, это вполне естественно, потому что они находятся в Ветхом Завете. Эти 10 заповедей фактически есть, как бы, может быть, в таком собранном виде и в христианстве, в заповеди любви к Богу и к ближнему. То есть 10 заповедей действительно есть. И поэтому некоторые так и считают, что это самые важные общечеловеческие 10 заповедей. У меня есть один знакомый, Абрам Исаакович. Он не ходит в синагогу. Он считает, что Христос это не есть настоящий Бог. Но он при этом убеждает меня, что он живет по 10 заповедям. Он говорит, я исполняю 10 заповедей. И он полагает свою надежду, что раз я исполняю 10 заповедей, значит, Бог меня примет. И все будет у меня хорошо. И надо сказать, вообще он очень приличный человек. И похоже, что он действительно исполняет эти 10 заповедей. В любом случае, я вот, глядя на его жизнь, могу подтвердить, хотя бы внешне, конечно, я не знаю всего. Но внешне выглядит, что Абрам Исаакович действительно исполнитель этих 10 заповедей. Он их знает, кстати. Он их повторяет и говорит, и постарается, во всяком случае, исполнить. Но что ему отвечает апостол Павел? Если мы послушаем апостола Павла, то он говорит ему так. Я читаю из послания к римлянам, 3 глава, 20 стих. Делами закона, говорит Павел, не оправдается перед ним, перед Богом, никакая плоть, ибо законом познается грех. Делами закона не оправдается никакая плоть. То есть, если вы исполняете 10 заповедей, даже абсолютно точно их исполните, 10 заповедей, то все равно оправдания не будет. Не оправдается перед ним никакая плоть. Почему не оправдается? Потому что мы признаем дальше, в 28 стихе, говорит Павел, мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. 3 глава, 28 стих. Человек оправдывается верою, независимо от дел закона. То есть, получается, что как бы мы правильно не старались выполнить эти 10 заповедей, оправдание придет к нам через веру. И Павел тут же объясняет, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». То есть, оправдание человек получает не благодаря 10 заповедям, а благодаря Иисусу Христу. Только Иисус Христос является основой того, что мы можем прийти к Богу. Прийти к Богу в раскаянии, принять Иисуса Христа как Спасителя, принять жертву Иисуса Христа. И тогда мы будем с вами действительно оправданы перед Богом. Тогда мы получим новую жизнь перед Богом. Тогда мы получим силу, как мы слышали, исполнять 10 заповедей, исполнять главную заповедь, заповедь любви. То есть, жить, подражая Богу, как чадо возлюбленное. Ну, в общем-то, это очень хорошая, красивая картина, которую я нарисовал вам, когда человек, покаявшись, начинает жить, любя Бога, любя ближнего. У него все хорошо, он ничего не делает плохого, не согрешает. Но в реальной жизни получается как-то не так. И в этом смысле, хотя мы не исполняем 10 заповедей, но в этом смысле 10 заповедей являются, ну, как бы предварительным классом до того, как мы пришли в школу. Подготовительный такой класс. Это фундамент, на котором строится следующий шаг. Фактически 10 заповедей, как говорит апостол Павел, является воспитателем или детоводителем ко Христу. В послании к Галатам об этом апостол Павел пишет очень ясно и четко. Он говорит, что закон, я читаю послание к Галатам, 3 глава, 24 стих. «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». По пришествию же веры мы уже не под руководством детоводителя. То есть закон – это детоводитель. Что такое детоводитель? Это воспитатель, тот, кто водит детей, тютер, как сегодня говорят, наставник. Он должен был подвести человечество и каждого человека к тому, чтобы пришел Христос, чтобы Христос был узнан. То есть закон имеет роль наставника. И я еще раз хочу подчеркнуть, что хотя мы уже как христиане, казалось бы, должны жить по заповедям любви, и у нас все должно быть прекрасно, все-таки иногда надо обращаться к наставнику, надо иногда опускаться немножко, или открывать школьные тетради, и снова и снова прочитывать закон, который ведет нас ко Христу. Поэтому 10 заповедей фактически необходимо время от времени напоминать себе, для того, чтобы мы могли опереться на них и пойти дальше к заповеди любви. Поэтому мне хотелось бы сегодня сделать такой очень кратенький обзор этих 10 заповедей. Ну, прежде всего, я хотел бы обратить внимание, что эти все 10 заповедей очень личный характер имеют. Везде, вот вы слышали, читали, везде звучит фраза «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, ты не убивай, ты почитай отца и мать свою». То есть, очень личный характер, это не то, что вы делаете так, как община вы должны соблюдать. Нет, Бог очень персонально будет разговаривать с каждым человеком, и будет спрашивать с каждого человека очень персонально. Ну, и второе очень интересное, как мне кажется, то, что это заповеди, которые не охватывают весь перечень запретов или весь перечень грехов, которые должны были бы быть запрещены. Если бы я составлял 10 заповедей, я бы составил не 10, ну, хотя бы там 25 или 50 заповедей, ну, включить надо было бы сюда, во всяком случае, пьянство, почему пьянство не попало в 10 заповедей, или лицемерие включить сюда, много еще надо было бы включить в эти 10 заповедей. Но 10 заповедей представляют собой как бы костяк или основу только, которая потом развивается в Священном Писании. Что это за 10 заповедей? Первая заповедь, которую чаще всего люди забывают. Очень трудно назвать первую заповедь. А первая заповедь звучит очень просто. «Я, Господь, Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у Тебя других богов перед лицом Моим». То есть первая заповедь, чтобы не было никаких других богов перед лицом Бога, потому что только Бог – это есть единый Спаситель, Избавитель, только Бог – Тот, Который ведет нас. То есть нельзя уклоняться от монотеизма, нельзя уклоняться от того, чтобы отдавать почтение, поклонение, иметь какие-то молитвы или внимание обращать. Только на Бога надо, а не на кого другого. Ну, как бы в буквальном смысле эта заповедь относилась к Израилю, и она предупреждала его о том, чтобы они не делали никаких других богов, чтобы они не принимали богов от окружающих народов, не поклонялись тем богам, а служили и поклонялись только Богу Израилеву. Эта заповедь имеет, наверное, отношение к нам. Мы с вами тоже должны понимать и хорошо представлять, что у нас только один Бог, и ни на кого другого мы не обращаем внимания, ни на кого другого мы не слушаем, кто бы нам что ни говорил из духовного мира. Сегодня очень модно всякие пророки, пророчицы, которые говорят нам что-то, ссылаясь на откровения из духовного мира. Это другие боги, там Ванда, или там Карпатские Мольфары, или там другие какие-то люди, которые точно предсказывают будущее, которые расскажут вам, как будут происходить события, когда война закончится. Правда, уже предсказывали несколько десяток раз, что она должна была закончиться, она все еще не закончилась. Ну, в общем, другие какие-то источники, не Бог, который говорит в Слове Своем. Мы с вами должны опираться исключительно на Слово Божье, и не обращать внимания ни на каких других людей или каких-то духов, которые выдают себя за Бога и могут или берут на себя функции Бога. Вторая заповедь тоже очень простая. «Не делай себе кумирой никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». То есть, эта заповедь, вторая заповедь, не делать никакого кумира, никакого изображения. Но не в смысле, чтобы вообще не делать изображения. Ну, рисовать можно, делать какие-то изображения можно. Мы, скажем, делаем какие-то изображения, ну, в детской Библии, например, много картинок. Древний Израиль понимал эту заповедь тоже очень хорошо и часто нарушал ее, когда делал изображения Бога и поклонялся там, вылили золотого тельца или делали другие изображения божеств и поклонялись им. Но, когда мы говорим об исполнении этой заповеди, мы должны понимать, что здесь речь идет не просто об изображениях, а главный акцент сделан на поклонении этим изображениям. Никаких поклонений изображений быть не должно. То есть, здесь даже в этом же тексте, в книге Второзакония, в четвертой главе, пятнадцатый и шестнадцатый стих написано «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе извояние, изображение какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Вы не видели никакого изображения, поэтому не делайте никакого изображения. Мы не критикуем тех, которые делают в христианстве изображения и поклоняются. Эта ответственность будет каждого, каждый будет нести отчет перед Богом за свои действия. Но заповедь, о которой я сейчас говорю, очень ясна и четко пишет, что мы не имеем права поклоняться или служить изображением. И это тоже сегодняшняя очень актуальная для нас тема, чтобы мы не делали этого. Почему? Потому что Господь Бог есть Господь Ревнитель. Эта идея очень часто подчеркивается на страницах Ветхого Завета. Господь Бог есть Господь Ревнитель, наказывающий за вину отцов до третьего и четвертого рода детей. То есть дети часто несут наказание за действия отцов. И то, что мы делаем, мы должны хорошо понимать, что оно может отразиться на детях наших. И наоборот, творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Если мы любим Господа и соблюдаем Его заповеди, мы можем заложить очень хорошее основание для детей наших, причем надолго заложить основание для детей наших. И это очень важно понимать и делать именно так, как говорит Господь. Следующая заповедь, третья заповедь, тоже очень простая заповедь. заповедь, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Заповедь очень простая, и в Ветхом Завете она очень тщательно исполнялась, иудеи очень хорошо помнили эту заповедь и очень ревниво относились к тому, чтобы имя Бога не произносить. Они вообще, чтобы не нарушить эту заповедь, видите, показалось, что эту заповедь легче всего соблюсти, они для того, чтобы не нарушить эту заповедь, вообще отказались от произношения имени Бога. И имя, с которым Бог открывался Моисею, имя Божье, которое записано на страницах Ветхого Завета, оно на сегодняшний день потеряло произношение. Мы знаем тетраграмитон, как он пишется, четыре согласные буквы, но как произнести эти согласные буквы, мы не знаем, потому что давно потеряна традиция произношения, потеряна традиция, какие гласные буквы вставлять, потому что Ветхий Завет написан только согласными буквами, там гласных вообще нет, и только зная, как произносится определенное слово, его можно произнести. А вот с именем Божьим произошла интересная история, что евреи не произносили это имя, боясь как бы осквернить это имя, и поэтому потеряно даже способ, как его произнести. И вместе с тем Бог часто обвиняет народ израильский за то, что они как бы произносят имя, даже то имя, которое они заменяют именем Бога, произносят его напрасно. Ну, прежде всего это относилось к клятвам, потому что при клятве обязательно призывалось имя Божье. Но в наши дни, я думаю, что мы тоже должны очень серьезно подойти к произношению имени Бога, произношению имени Христа, особенно в молитвах наших. Если мы начинаем напрасно произносить имя Господь, которое является просто связкой в наших молитвах, то, наверное, это является нарушением этой заповеди. Мы должны очень серьезно подойти к нашим молитвам, мы должны очень серьезно подойти к нашим возгласам, которые мы часто произносим. Когда мы благословляем кого-то именем Бога, говорим, пусть Господь тебя благословит, или иди с Богом, это очень хорошо. Это не напрасное произношение имени Бога. Но бывает, что мы используем имя Бога напрасно и произносим его в суете, просто не раздумывая, и это как раз является нарушением. И я бы очень хотел, чтобы мы серьезно подошли к тому, как мы произносим имя Божие. Следующая, четвертая заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а седьмой день суббота Господу Богу твоему. В буквальном смысле евреи очень тщательно исполняют эту заповедь. Они действительно ничего не делают в день субботний, но смысл этой заповеди гораздо глубже, чем просто ничего не делать. И Господь как раз для нас оставляет еще и говорит в послании к евреям, что для народа Божьего остается субботство. В том смысле, что суббота означает покой, для народа Божьего остается еще состояние покоя, и он может войти в это состояние покоя. И хранить субботу это означает соблюсти внутренний покой Божий, войти в этот духовный покой. И вместе с тем войти не только в этот покой Господа, но и соблюсти покой для Господа. Это тоже очень важная часть, когда мы должны посвятить некоторое время для Господа, суббота для Бога. То есть покой должен быть направлен для Бога. Мы должны оставить время, состояние, чтобы Господь мог проговорить к нам. Если мы постоянно находимся в суете, если мы каждый день без исключения только занимаемся своими работами, своими делами, то Господь, даже если говорит, мы ничего не услышим. Необходимо время тишины, время, когда мы оставляем каких-то несколько часов, или может быть даже больше, для того, чтобы читать Писание, для того, чтобы слушать, что Господь говорит. Хорошо, если мы это делаем в день воскресный, но день воскресный это не замена субботы. Никто никогда не переносил субботу на воскресенье, и мы не воспринимаем воскресенье как новозаветную субботу, совсем нет. Воскресенье для нас это день посвященный Господу. Собственно, суббота посвященный Господу. И воскресенье для нас день посвященный Господу. И главная характеристика этого дня мы должны делать дела Божьи, мы должны трудиться для Господа в этот день, оставлять как можно больше времени для Господа, а не для суеты в этот день. То есть посвящать его Богу. И в этом смысле мы сегодня соблюдаем день покоя, который заповедан в четвертой заповеди. Следующая заповедь также очень простая и как бы общечеловеческая. Почитай отца твоего и мать твою, чтоб продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Почитай отца твоего и мать твою. Это заповедь, которая кажется, конечно же, ну, такая естественная для людей. Люди должны жить по этой заповеди. А сегодня часто говорят о конфликте поколений, конфликт между отцами и детьми. И не только сегодня. И в Ветхом Завете отмечается, что, несмотря на эту заповедь, находится место для конфликта между отцами и детьми. И заканчивается, собственно, Ветхий Завет этими словами, что Господь пошлет ангела своего, который должен примирить отцов и детей. Сегодня это сложная задача, и только христиане могут говорить о преемственности поколений, а не конфликте поколений. И мы должны делать все для этого. Эта заповедь говорит о почтении отца и матери. Здесь речь идет не о послушании, не то, что слушаетесь отца и мать во всем. Почитай. Почитай это не значит слушайся. Почитай это значит оказывай уважение, оказывай почтение. Да, в каком-то смысле это и слушайся, но это не безусловное повиновение. И родители должны понимать, что они должны давать некоторую свободу своим детям, особенно уже, когда они вырастают. И дети должны хорошо понимать, что они должны именно почитать, оказывать уважение для отца и матери. И тогда, как говорит Священное Писание, продлятся дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. То есть это заповедь, как мы всегда подчеркиваем с обетованием. Обетование в том, что дни твои продлятся. Если человек хочет жить дольше на земле, есть очень простой рецепт, оказывается. Почитай отца твоего и мать. Помоги, особенно, когда отец и мать уже престарелые, помоги им во всем. И тогда дни твои будут продлеваться на земле. Бог сказал, и это слово исполняется безупречно. Шестая заповедь выражается очень коротко. Не убей, не убивай. То есть, эта заповедь подчеркивает ценность человеческой жизни. Бог четко говорит о том, что никто не имеет права отнимать жизнь. Только Бог определяет, кто должен уйти с этой земли, и кто должен остаться. Но это заповедь, которая, наверное, как никакая другая подвергается различными столкованиям. И из древности существовало несколько толкований. Всегда было представление, что нельзя вообще брать в руки оружие, нельзя вообще убивать и оказывать какое-то вооруженное сопротивление, то есть полный пацифизм, исходя из этой заповеди «Не убивай». И было представление, что эта заповедь относится только к личным взаимоотношениям, то есть к личному убийству, но не к убийству, которое совершается на войне, которое совершается во время каких-то конфликтов, которые происходят между государствами, когда люди убивают не по собственной воле, не потому, что они хотят убивать. Ну, в Ветхом Завете это, конечно, видно очень ярко, когда Бог посылает людей, Израиль, убивать другие народы. Это Божье повеление убивать, и люди убивали других людей, и Бог не наказывал их за это. А в других случаях, когда происходили частные убийства, когда человек лично убивал из зависти, из злости, из мести, вот тогда Бог уже проявлял наказание. И, скажем, классический случай Давид, который много убивал, и Бог не наказывал его за это, получил очень тяжелое наказание этот человек тогда, когда он убил Урию, одного человека, причем даже не лично убил, но подстроил его убийство, и был фактически заказчиком этого убийства, и в этом случае Бог наказал, жестоко очень наказал Давида. То есть есть разные понимания, разные толкования этой заповеди, но эта заповедь имеет, конечно, более широкий смысл не только в отношении там войны, или для мужчин физическое убийство кого-то, но имеет и более широкое значение в том, что она охватывает такие вещи, как аборты. Аборт это тоже убийство, прямое убийство человека, потому что Бог дает душу человеческую в момент зачатия, и с этого момента это уже то, что возникает у матери, растет у матери, это уже человек, не в какие-то там 8-12 недель это становится человеком, человек это с самого начала, и аборт это самое настоящее убийство, это убийство, в котором виновны очень многие, и мужчины, и женщины, по согласию, семьи часто виновны в этом убийстве, и мы должны очень серьезно отнестись именно к этому, к этой форме убийства, и не допускать такого убийства, чтобы погибал человек, который даже еще не увидел свет, и эта же заповедь относится и к суициду, к самоубийцам, к тем, которые убивают себя, это вообще самое, наверное, страшное убийство, которое только может быть, когда человек убивает себя, он тем самым лишает себя возможности покаяния, если человек убил другого человека, он еще может покаяться, и может быть Господь простит ему, если это было искреннее и настоящее покаяние, но если человек убивает себя, он лишает себя возможности уже покаяться, И путь его только в бездну преисподнюю. Так что заповедь «Не убей» имеет очень широкий спектр своего действия именно сегодня. Следующая заповедь, седьмая заповедь «Не прелюбодействуй». Это тоже заповедь, которая сегодня воспринимается, наверное, с усмешкой. Многие, особенно весь мир сегодня, настроены на то, что прелюбодействовать, блудить – это вещи очень спокойные, реальные. Никто не обращает даже на это внимания. Считается, что это естественное поведение человека, и никаких ограничений здесь нет. На самом деле это глубокое заблуждение. На самом деле прелюбодействие – это измена, измена супружеская, прежде всего, измена, которая является изменой любимому человеку. То есть это предательство. Это предательство, которое очень больно отражается на жизни семьи. Поэтому прелюбодействие – это, хотя мир сегодня смотрит на это очень легко и считает это, в общем-то, допустимым делом, но прелюбодействие для христиан, для людей верующих, для тех, кто исполняет десять заповедей – это действие, которое может принести очень печальные последствия. Потому что написано, что блудников судит Бог, блудники Царства Божьего не наследуют. Поэтому тут есть очень жесткое указание в отношении прелюбодействия, в отношении блуда, и мы должны очень серьезно отнестись к этому указанию. Следующая заповедь, которая гласит тоже очень кратко – «Не кради». Восьмая заповедь – «Не кради». Ну, эта заповедь, мне кажется, очень понятная. И в древние времена и сегодня она осуждалась, осуждался тот, кто крадет. Почему осуждался тот, кто крадет? Ну, потому что это тоже предательство, это тоже легкий путь к обогащению. Кража – это не только, ну, скажем, ущерб, но это ущерб конкретный. Потому что тот, кто крадет, он делает неприятность, он делает что-то, что терпит другой человек. Есть жертва всегда в краже, даже если эта жертва, на первый взгляд, невидимая, там, государство, но это все равно жертва, и кража является преступлением, и все люди, собственно, понимают это, все люди понимают, что это недопустимая вещь – кража. Следующая заповедь, девятая заповедь – «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Обычно мы понимаем эту заповедь как «не лги», но на самом деле заповедь говорит не об этом. Она говорит совсем о другом – «Не произноси свидетельства ложного». То есть, это заповедь о клевете, а не о лжи. Она запрещает клевету. Это очень распространенный и очень болезненный грех, который очень незаметно проникает в жизнь людей. Клевета. То есть, человек говорит что-то ложное о другом человеке. Может быть, не специально даже. Иногда это специально делается, а иногда это происходит не специально, когда кто-то мне сказал какую-то вещь. Я начинаю передавать другому. Я прочитал в интернете какие-то свидетельства о жизни другого человека. Я начинаю это передавать. Это клевета. И за эту клевету Бог очень серьезно наказывает. Поэтому мы должны очень осторожно относиться к тому, как мы отзываемся о других людях. Вообще, в иудейской традиции клевета относилась к самым грубым и самым тяжким грехам. Может быть, это покажется странным, но это подчеркивает внимательное отношение к слову. Христос тоже говорил об этом, что от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. То есть, слова имеют очень серьезное значение. И поэтому, не произноси ложного свидетельства, говорит именно о клевете, которую мы часто даже не понимая, не задумываясь, не задумываясь, передаем и являемся клеветниками, иногда даже не понимая этого. И следующая заповедь, последняя заповедь, которая гласит, не пожелай, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ничего, что есть у ближнего твоего. То есть, здесь речь идет о желаниях, то есть о зависти. Мы иногда смотрим на ближнего, и нам кажется, что у него что-то лучшее. Как говорят часто, что вот у соседа трава зеленее всегда. Вот всегда кажется, что у других лучше, чем у меня. Это зависть. И это серьезное предупреждение всем нам, чтобы мы не завидовали, чтобы мы не желали того, что есть у ближнего твоего. Почему? А потому что у нас и так много. А во-вторых, потому что, если мы начинаем завидовать, иногда бывает следующий шаг, когда мы допускаем какую-то или клевету, или даже какие-то действия осуждающие, или наоборот, начинаем сами стараться изо всех сил приобретать то, что есть у ближнего, и при этом, собственно, теряем всякий смысл в жизни, и только стараемся, как бы, обогнать ближнего своего. Это заповедь, которая подчеркивает, что нам надо довольствоваться тем, что есть. А Господь действительно дает нам очень много. Если серьезно посмотреть, то Господь, особенно вот сегодня, в этих условиях, которые трагические, я бы сказал, для нашей страны, в этих условиях Господь еще нам дает очень много милости. Надо только увидеть эти милости и не желать того, что есть у других, а посмотреть серьезно на себя и возрадоваться тому, что Господь дает нам. Итак, десять заповедей, которые являются, как бы, школьной тетрадью, подготовкой только к христианству, на самом деле, даны для нас, для того, чтобы время от времени напоминать и проверять, действительно ли мы готовы жить по заповеди любви. Действительно ли мы любим так хорошо, что автоматически выполняем все эти заповеди, и они уже для нас не имеют того значения, которое они имели в Ветхом Завете. Это сделать можно только благодаря Иисусу Христу. И проверка эта всегда должна быть в нашей жизни, для того, чтобы мы оказывались исполнителями и подражателями нашему Богу. И пусть Господь прославится. Аминь. Помолимся Господу. Господи Божий наш, мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас к совершенству. Мы благодарны Тебе, что Ты дал нам новую заповедь любви. Помоги же, Господи, нам выполнять эту заповедь и проверять себя на основании еще заповедей древних, которые Ты оставил для своего народа. Помоги, Господи, чтобы мы научились выполнять все заповеди Твои и не нарушать заповедь, которую Ты оставил для учеников своих. Будь милостив, Господи, и дай силы для этого, ибо без Твоей силы мы не можем исполнить все то, что мы должны исполнять. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.